Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос довольно такой объемный, поэтому я не буду его читать, перечитывать, а буду читать и давать свои комментарии. Мне нравится моя коллега, и мне кажется, она догадывается об этом, хотя бы потому, что иногда делал комплименты, делал и перестал, так как мне иногда казалось, что она не хочет от меня их слышать. Здесь у нас история про самооценку. Довольно низкую самооценку, потому что вы делаете додумывание. Это первое. То есть додумывание на более глубоком уровне означает, что вы фактически переносите на человека, в данном случае на девочку, свои собственные страхи. То есть это вам кажется, что она не хочет слышать комплименты от вас. Сама она такого не говорила. Но реакцию там, где это можно интерпретировать, вы интерпретируете не в свою пользу. То есть вы как бы готовы к тому, что комплименты от вас девочка слышит, не хочет. Это проблемы с самооценкой. Когда я обращаю больше внимания на то, как реагирует человек, а не на то, чего хочу я. Здесь нюанс заключается в том, пожалуй, что реагировать человек может по-разному. Абсолютно по-разному. То есть вы можете нравиться, и человек может от вас закрываться. Вы можете не нравиться, и человек будет вести себя с вами свободно. Забегая чуть вперед, хочется сказать, что в целом возникает ощущение, что девушка боится идти на контакт. Опасается сближаться. И, пожалуй, это самый такой проблематичный партнер для отношений. Потому что много непоняток, много неопределенностей. И очень легко доступная позиция, где вы будете во всем виноваты. Ну, собственно, так в какой-то степени уже и происходит, как мы можем заметить здесь. Дальше, вы говорите о том, что она вам нравится. И хотелось бы понять, как именно она вам нравится. Ну, то есть, что это за чувство, что она вам нравится. Дело в том, что при наличии некой схожести между вами, схожесть в поведении, схожесть в характере, схожесть в мнительности, схожесть в реакциях, определенных на те или иные события, слова, поступки, наводит на мысль о том, что возможно девочку вам понравилось, потому что в ней вы видите себя. И это означает, что через нее вы можете пытаться решить какую-то свою проблему. Но в таком случае это не симпатия. В таком случае это, конечно же, что-то другое. Что угодно на самом деле, только не симпатия. Вот это необходимо понимать. Чем четче, тем лучше. И потому так важно, чтобы вы сами для себя определились бы с тем, что конкретно из себя представляют ваши чувства к ней. Какой у них вектор. В этом не всегда просто признаться, но сделать это необходимо. Дальше. Было впечатление, что она вообще меня просто терпит, хоть из улыбки реагировала и называла эти комплименты листью. Снова. История про смацинку. Вашу. Другие коллеги комплименты вроде нормально воспринимали. Ну, понимаете, какая штука. здесь вы создаете сами ситуацию неопределенности. Вы делаете комплименты человеку, который вам нравится и делаете комплименты другим людям. То есть никак ее не выделяем. Это странно. При этом общаемся вроде неплохо, хотя опять-таки кажется, что она делает это через сил. Это ваши страхи. Страх отвержения. С ним нужно работать. То есть в индивидуальной работе. Общаемся мало, будешь по работе, а так раньше переписывались, но по моей инициативе. Сделала мне ничего не писать, она только по работе выходила на связь. Я думаю, что здесь у вас такая довольно двумя удовольственная получается ситуация, я сейчас попробую пояснить, что я имею ввиду. С одной стороны, вы как будто бы чего-то ждете от девушки. То есть у вас есть надежда. В том, что она будет надежда на то, что она будет вести себя так, как вы того хотите. Это довольно деструктивная я бы сказал позиция, потому что человек достаточно редко оправдывает оправдывает ожидания. Он это делает крайне редко. Это, на мой взгляд, то, что вам в первую очередь нужно для себя понять. С другой стороны, вы видите, какая она личность. То есть, вы видите, что она из себя примерно представляет. И не совсем понятно, устраивает ли вас то, что она ведет себя так. То есть, вообще, в целом, устраивает ли вас, что человек в отношениях с вами генерирует ситуации неопределенности. Потому что все люди разные, вообще говоря, все люди разные. И я бы, конечно, здесь особо подчеркнул, что поскольку все люди разные, вот, то вам нужно определиться с тем, как вы относитесь к такой модели поведения. Ожидать и надеяться, что в будущем ситуация станет другой, было бы в высшей степени наивно. То есть, ожидать того, что девушка будет вести себя по-другому. Но ничего этого вы не делаете. То есть, с одной стороны, у вас есть ожидание от человека, с одной стороны. С другой стороны, вы как будто бы не определились со своим отношением к ее модели поведения. Согласитесь, это в некоторой степени вызывает вопросы. Дальше. Идем. Идем дальше. не отказывалась себе угостить чем-нибудь, подарить, если можно так выразиться, какие-то сладости, но делала это не только по отношению к ней, но и другим коллегам. Опять же, здесь интересная ситуация. Она, эта ситуация, заключается в целом в том, что вы никак девушку не выделяете. То есть, вы вроде бы делаете для нее что-то, но так же делаете и для других людей. Как, по-вашему, в этом случае девушка должна сделать вывод, что однозначно вам нравится. При том, что совершенно очевидно из вашего рассказа, что ей нужно скажем так доминирующее поведение мужчины. Для нее это нужно. Ей это нужно. Сама активность, как вы понимаете, она не будет так скажем проявлять. Вот. Ну, совершенно не важно хорошо это или плохо, важно другое. Что с счетом? С вашей личности и с счетом тех проблем, которые плюс-минус вы описываете, я бы, конечно, мог предположить, что выбор девушки стал неслучаемым. Неслучайно вы выбрали себе такого человека, которому нужно что-то доказывать, которому нужна позиция лидера. Вот, на мой взгляд, это совершенно неслучаемо. Вопрос заключается в том, как мне кажется, согласны ли вы с этим или нет. согласны ли вы с тем, что это неслучаемо? Потому что подозреваю, что вы будете это отрицать. Вообще, на мой взгляд, очень важный момент заключается в том, чтобы постараться принять себя реального. Дальше. В иной раз кажется, что ей порыше мое присутствие, в иной раз может даже просто наехать, нагрубить на ровном месте или попустяка. Мне, естественно, это не понравилось. И снова здесь вы выдаете некоторую зависимость от внешнего поведения человека. вообще это как мне кажется довольно показательная история. То есть вы показываете, что вам чрезмерно важно то, как девушка себя с вами ведет. Эта важность вполне может перерастать в зависимость, как я уже сказал. а зависимость в свою очередь перерастать в чувство несвободы. И вот это очень интересная ситуация, что вы не чувствуете себя свободным, не чувствуете себя собой, и партнеры выбираете себе такого, ну, правильно сказать, такую, которая не способствует тому, чтобы вы стали более свободны. далие, вы пишете о том, что она иногда рада вашему присутствию, иногда нет. иногда нет. оттуда нет. некоторая непостоянность. В силу более ярко выраженной эмоциональности. То есть, иными словами, большее количество женщин эмоционально переменчивы по отношению к мужчинам. Вот это также очень и очень важно понимать. Это очень важно учитывать, если мы хотим в данной ситуации разобраться. То есть, иными словами, вы от девушки ждете, я повторюсь, определенности. Зачем? Почему она вам нужна эта определенность? Загадка. Тем не менее, она вам нужна, это факт. И вам не нравится то, что человек ведет себя непостоянно. То есть, вы хотите определенности. Дело в том, что хотеть определенности, в принципе, нормально. В этом нет ничего такого, в этом нет ничего аномального, в этом нет ничего преступного, как могло, может быть, показаться вам из того, о чем я говорил перед этим. Просто дело здесь заключается в том, что определенность зависит от вас. Она не зависит от девушки. Она не зависит от кого-либо. Но это довольно слабо реализуемо, если учесть, что вы так много внимания обращаете на то, как реагируют на вас люди. Дальше. Вы пишите «Мне не понравилось, что она на меня наехала». Можно этот момент описать немножечко поподробнее? Что значит «не понравилось»? Вас это задело, вам это было неприятно или что? Дело в том, что если вас эта ситуация задела, то имеет большое значение то, как она вас задела. Если вам что-то не понравилось, то имеет большое значение то, что именно вам не понравилось. Это имеет принципиальное значение, поскольку у такой реакции, как не понравилось, на мой взгляд, может быть разная природа. То есть разные основания существуют для того, чтобы мне что-то не понравилось. Не понравилось, может потому что поведение девушки или даже не обязательно девушки, а просто поведение человека не соответствует моим ценностям. То есть я переживаю то, что мои ценности не соответствуют тому, как ведет себя человек. И я надеюсь, вы не будете спорить с тем, что это один вид, условно говоря, того, что вам не понравилось. Вид совершенно нормальный, совершенно естественный и так далее. Собственно, об этом можно совершенно спокойно девушке сказать. И поверьте мне, ничего страшного в этом не будет. Есть другой вид того, что вам что-то не понравилось. Это когда меня что-то задевает. И вот когда меня что-то задевает, это уже не про ценности, а это про мой внутренний конфликт. И здесь ситуация принципиально иная. Она отличается тем, что как бы чувство, что мне что-то не нравится, вызвано защитной реакцией психики. Иными словами, ситуация здесь принципиально иная. И на мой взгляд, очень важно дифференцировать эти две природы, эти два факта. Поэтому то, что вы говорите, что вам не понравилось, естественно, у меня пока что вызывает определенные вопросы. Прошу меня за это извинить. Но это правда вызывает определенные вопросы. Какова природа того, что вам не понравилось? Какова природа, что вас что-то не устроило в поведении девушки? Согласитесь, это очень важно. А может быть вам не понравилось что-то только потому, что вы уже давно искали повод высказаться, девушка. Но его не было. А просто так начать говорить о том, что вас волнует, вы не могли. Дальше. На вопрос, почему так разговариваешь, отвечала так, как будто я реально был виноват. Хотя там пустяки и, в общем, непонятно ее поведение. Здесь вы делаете следующее. Скорее всего, привыкнув с некоторым пренебрежением относиться к себе и к своим реакциям, к своим чувствам. Это вы показали достаточно наглядно в предыдущих абзацах. Вы точно так же обесцениваете теперь уже то, о чем говорит вам девушка. Вы это в натуральном, в буквальном смысле слова обесцениваете. Вы говорите, это пустяки. Ну, это не пустяки. Если бы это были пустяки, то девушка бы вряд ли реагировала так, как она реагировала. А если она реагирует так, как реагирует, значит для нее это не пустяки. Пусть вам даже кажется, что это не так. Это не пустяки. Вопрос, зачем вам обесценить? Дальше. Я решил шутку ее обвинить в том, что это она виновата, типа свела с ума и поэтому я может это наказать. То есть, переложили ответственность. Скорее всего, из страха. На что она отвечает? Ты о чем я тебе ни словом, ни делом не давала надежды. Вот понимаете, да, выглядит это как отказ. Точно такой же отказ от ответственности. Даже если она действительно так делала. Сказал, вчера раньше на такие шутки реагировала нормально, на что она, когда ты мне такое говорил. А потом, но я как-то прямо сказал ей, что может я тебе не нравлюсь и ты поэтому так себя ведешь. Если так, не знаю, если так сказал, не знаю зачем. Вот опять, да, вы что-то говорите, не знаете зачем. Это нужно корректировать, чтобы вы знали, зачем вы говорите то или иное. Сейчас есть ощущение, что вы нет контакта со собой. Кто-то может успокоиться, у меня не было цели к тебе подказать. Но это же не правда. Я просто общаюсь. Это же не правда. Вы здесь врет. Наш сын ответил, если я не была цели, то я только рада, значит мы во всем разобрались. Просто я не хотел показаться слишком грубой нам вместе работать. Вероятно, девочки не хочет смешивать лично и профессионально. В общем так, хотелось бы понять такое странное поведение или может я себе напридумывал два варианта. В общем, разобраться хочу. Ну, чтобы разобраться, нужно с вами поговорить. Пообщаться, задать вам вопросы. Ещё такой момент. Наедине смотрят в глаза, иногда отводят на людях, вообще не смотрят, похожи на игнор. Это избегание. В общем, такая вот ситуация. Не знаю, может она ждёт от меня каких-то действий, а может я себе сегодня придумывал. Сейчас снова вы обращаетесь на внешний мир, на других людей, не на себя. Надеюсь, вы мне подскажете, что лучше делать или вообще не делать. Нет, психологи таким не занимаются. Помочь разобраться в себе? Да. Неужели я всего лично придумывал или у неё возможно есть ко мне симпатия? Если и есть, то она довольно глубоко. Если и есть, то девушка её боится. Если и есть, то явно не свободно и не ярко. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь.